всем привет меня зовут надежда и я рада приветствовать вас на своем канале зеленая жизнь и так я на стол выставила все свои аллаказии я по праву могу сказать что у меня образовалась довольно таки нехилая коллекция честное слово ну и также выходные обычно мы с вами смотрим наши клубеньки которые 21 01 мы поставили в мух на проращивание от трех разных аллаказии так ну а мелкие скорее всего мы с вами не просто не просто проверим мы с вами сегодня пересадим я даже приготовила мог смотрите ну я вам сейчас все покажу и так давайте я познакомлюсь с моей коллекции о боже ты мой и так аллаказия по моему pink dragon pink dragon вот такая вот красавица совсем недавно я считаю что она у меня совсем недавно кого-то месяц может быть до пересаживали сразу же вот такие у нас корнюхи вот здесь у нас грунт для ароидных внизу я делаю кто это кто это кто это кокосовое волокно дальше у нас кора мох там все как чё сверху у нас плечу за прекрасно она по моему корни дала на через сутки вот так было моментально моментально бомбиночка моя бомбиночка моя малышечка ладно не трогаю тебя скажи ты меня пока не трожь так пускай так стоят аллаказия мило я тут посмотрела посмотрела у нее как таковых корней еще через мух пока не вижу такие тоже освободил сразу в своему и в тепличку ну по листику понятно да что с ней все хорошо когда я достаю и немножко трогаю листику такой приятный на ощупь это что-то с чем-то black velvet ребят black velvet был шорт где я спрашивала что это такое вот по-другому не сказать вот она выдала у нас вот такие приколюхи такие приколюхи все давайте посмотрим вот видите я их обложила тоже мхом потому что мне посоветовали обложить мхом иначе они просто засохнут ребят это это не корни ребята это детки прикиньте чем вот она сейчас покажу вот еще вот с этой стороны вот видите от малышка вот она вот она вот она в общем чё делает чё делает вот такие приколы у них я не знаю засохнут не засохнут но я тут как-то прикладываю знаете чтобы так вот бегать с распылителем каждый день да ну нет конечно этого не дело сама по себе стоит у меня она в таком вот домашнем увлажнители здесь у меня она мокрая это глина она мокрая камушки и мокрая то есть я слежу что было влажненько и все этого в принципе пока достаточно с этой страны конечно у нас великолепные шикарные такие листья ну как как не сделать вообще из них коллекцию вот видите я сегодня налила сюда воды пить и какой вот вот это вот у нас идет вот от этого глиняного кашпо но это же пипец поэтому стоит она у меня на подставочки вот дальше ехаем 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 вот эти две лакази это шкура дракона пересадка была 21 01 почему знаю потому что в этот день была пересадка и вот дима мы отделяли клубеньки и ставили на проращивание и посмотрите этого не было то есть я видимо как-то там пропустила где-то что-то как-то там клубенек и она его за это время вырастила и вот у нас уже целый вот вот такой вот классный листик сидит она у меня мог лечу за пол и снова мог знаете какие у нас корнище тут все с ней хорошо хотя ну как бы время на адаптацию и все-таки надо было два листика она испортила вот третий лист она с ним ничего в принципе плохого не делает я думаю что она сейчас занята своим ребеночком как и вся хорошая мамашка выращивать его все силы на него дальше у нас silver dragon silver dragon многострадальный мой это самая первая лакази которая вообще появилась в моей коллекции самая первая и я ее что есть не только не делала но я ее все-таки не потеряла от нее тоже много клубеньков там и плюс ко всему она тоже мне неплохо довольно таки растет уже вот в этом грунте есть тот же самый состав внизу у нас кокосовое кокосовое волокно да дальше у нас мог карамульча сверху тоже у нас мог пересаживать буду пересаживать точно такой же состав абсолютно точно в такой же дальше у меня идет аллогазия поле как сейчас помню ребята знаете эту поле я купила тем летом 22 году она была у меня раза в три меньше вот честно покупала я ее у нас здесь пробили она у меня стартанула у нее было много листьев все было отлично потом я ее пересадила и она у меня начала ну как как вам сказать я бы сказал что он начала даже немного хандрить хандрит начала она убрала сразу три листа вот эти два листа она тоже их портит она растет очень медленно вот вот у нас наконец-то пошел листик в этом году 1 1 листик от чистая лечуза в общем я так смотрю смотрю на нее смотрю смотрю знаете хочу сделать такой вывод вот для себя да несмотря на то что я аллогазиями занимаюсь не так уж в принципе давно да вот аллогазия и лечу за это хорошо но не в чистую смешивать добавлять добавлять сверху снизу ну знаете как-то вот так что ты такая грязная она у меня грязненько сейчас пойдет мыться сейчас прямо пойдет у меня ниться не просто так это все это дело поставил прям пыльная 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 и в общем я на нее пока смотрю ну смотрю досмотрю на надоест мне на нее так и смотри ну у нее листик идет значит все хорошо выйдет листик но вообще если в будущем я захочу и пересадить я захочу и пересадить то я сделаю ей грунт для ароидных я добавлю или чудо обязательно но она будет либо как дренаж либо как украшение сверху и не более того потому что они вот именно эти растения показывают отличный результат именно вот в таком составе лично в моих условиях игры только про свои условия тоже недавнее мое приобретение это red secret правильно называю до 3 секрет 1104 я ее притащила домой счастливая довольная вот такая вот красавица в моих условиях она выпустила уже вот этот листик большой сразу же тронулась в рост у нее посадка точно такая же грунт для ароидных и сверху у нас идет лечу за вот такая вот она у меня красавица классные такие листья прям классно как вот тут как не налюбоваться я не знаю ребят еще какое освещение и прям я не могу так ну и еще одна моя новинка это алаказия скальпру которая пришла ко мне вчера сегодня она была у меня обработана конечно же 30 плюс пока с ней все хорошо тургор на месте листик идет все замечательно ребят вот такая у меня коллекция всех показала все живы-здоровы все замечательно сейчас я вот это все дело освобожу и мы с вами займемся маленькими нашими клубеньками так для начала давайте посмотрим это у нас от двадцать восьмого ноль первого была поставлена блок вилет который мы сейчас с вами смотрели и у которой ну как говорят профессионалы две детки выползли сами вот а это клубенек с вами ставили не стоит идти на месте стоит без движения но в принципе до полугода эти ребята могут спокойно стоять у нас тепличка поэтому для обобщения срок вообще не обращаем внимание просто поддерживаем влажный иногда проветриваем все замечательно есть пить не просят пить иногда есть не просят зато посмотрите гляньте какая прелесть я спрашивала когда нужно пересаживать сказали как только по второму листику будет все пора в любом случае давайте их уже стрибушим чем у нас получается раз два три 4 5 ну как то так значит так я тут приготовила я приготовила у меня есть вот такие стаканчики да это 350 скажите блин ну много 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 а может быть и немного посмотрим на корневую ну есть и вот такие вот маленькие обычные по мере поступления скажем так сейчас мы с вами начнем все это дело аккуратненько доставать так я тут подумала подумала думаю я конечно же посадка так как они еще совсем маленькие понятно что посадка должна быть в мох но 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 в качестве дренажа я хочу сделать им и чуду очуметь смотрите вот и как их тут сейчас как-то надо это сделать очень аккуратно и все в корнях очуметь ребят вывод такой не знаю как вы но я думаю так больше вот такую массовую посадку делать я наверно не буду чтобы вот этим вот не заниматься на ночь у тебя стаканчиков блин не было но ведь были же были ну если честно да это мой первый опыт положительный для того что как ну для проращивания до этого у меня не получилось не оставила на про мне ничего не получилось поэтому это было знаете так наобу воткнула воткнула и оставила думаю о чем не тут это 33 стаканчика я вот в один все и сделаю а вот сейчас если бы у меня был это все до дело скажем так по каждой в своем домике да просто достала и пересадила в побольше а вот это вот как тут теперь найдешь как как ты моя рукодельница будешь это делать пипец в общем ребят не делайте так как я ставьте пожалуйста каждый свою каждый свою ну что ну неужели вы будете за этим всем смотри долг и упорно поставлю на быстро ну Субтитры сделал DimaTorzok 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 сильно набивать скажем тогда все это должно быть очень пышно очень легко мух слегка влажный прям вот буквально чуть-чуть влажный поэтому сегодня поливать не буду я все равно уже потревожила корешки согласитесь вот так все это дело я думаю достаточно все это можно сделать вот так хотя я не уверена что так можно делать нужно ли так делать почему потому что потому что потому что пока они стояли в своей конструкции я их очень часто проветривала мало даже не целый день стояли без теплички так что все хорошо 10 маленькая я думаю здесь этого стаканчика будет вполне тем более тем более что листик не открылся так чуть-чуть буквально лечу леком я же ребята это тоже делаю первый раз своей жизни серьезно говорю поэтому у меня тут ничего такого обыденного нет и мне это первый раз это все волнительно поэтому если у кого-то ребят есть вообще супер пупер опыта я знаю что есть я знаю кто меня смотрит напишите мне все ли я вообще верно делаю правильно ли я все делаю так как я люблю этот мук ребята какой он классный новодиманский так вкусно пахнет у меня же голова кружится когда он пахнет как это я блеск и нахожусь хотя лес я это боюсь в лесу я не олег чуть-чуть так что в общем мой вывод такой я не буду больше сделать никаких групповых посадок из а знаете как я сделала мы сейчас делаем с вами посадки у меня есть маленький контейнер бай ну как ну маленький контейнер с крышечкой и его туда с вами все это дело поставим я вам прям покажу чего поэтому поливать я сегодня даже не буду вот второй готов так это тоже такой прям крупненький при этом я не знаю кто из них кто вот потому что здесь все вместе да здесь и шкура дракона и silver dragon как думаете сюда многовато многовато на давайте так так на повестке дня следующие видео скажи спойлер спойлер да так ребят у меня там ну так как пришло новое кашпо валенсия надо в него срочно что-нибудь посадить я вам серьезно говорю пересадок много пересадок много я уже позанималась задышками и надо еще одежками позаниматься и детюшку тоже с него обязательно нам нужно с вами будет пересадить спиролита волшебное перу потому что вы пересадите его оттуда и все кстати уже красивая кашпо в конце концов вот он в этом перлице стоит так так мышка мышка вот вот темно там с вами осталось хоть и будем мой хоть и вот такой вот скажи ну ты не что там точно так я проверю это я могу ну конечно вот еще у нас есть но он тоже пророщенный видите вот так вот мы в общем их разные сейчас поставим все-все-все берем два стаканчика пускай даже не будет больше ваты вот просто один побольше ли чудо наступим и другой побольше ли чудо в качестве дренажа ну и конечно же в качестве питания почему нет а и 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 которые здесь были все проросли сто процентов сегодня у нас 28 29 29 апреля было у нас 21 21 января февраль март ну тут прям малыш корешок у него один беленький вообще мух уже прям совсем 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 не мокрый до завтра в тепличке ничего не будет завтра я их полью завтра дарим знаете с чем полью данный хп и церковь пускай малыши и катя как бы маленько типа питания и от стресса что я их маленько повредила вот очки все сейчас я их поставлю в тепличку вам покажу не знаю вспомнили не вспомнили контейнер видите вот эти отверстия с той стороны снизу сверху это же у нас был бывший домик нашего зигзага но в хозяйстве же все пригодится смотрите как прикольно просто супер сейчас это дело пойдет у меня также на стеллаж повыше чтобы было тепло и хорошо как то так ребят мы сегодня с вами такие молодцы мы сегодня столько дел с вами переделали это вообще вот прям вот прям вот круто но это же еще не все я я надолго не прощаюсь побежала дальше увидимся услышимся до новых встреч и пока пока пока